Просто у меня вопрос к этому магазину. Я могу сказать, как приватка, почему здесь? А, вот здесь вот. Дорогонечку, сейчас мы сделаем. Таких гостей сотрудники продуктового магазина явно не ждали. Утром к ним пришли с неожиданной проверкой из Госадмтехнадзора. Проследить, как соблюдают меры безопасности в режиме повышенной готовности. Работники торговой точки оперативно исправили все недочеты. Ставки высоки, ведь за нарушение положен штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц. Для ИП от 30 до 50. А организациям придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей. Патрулирование территорий проводят ежедневно. Проверяют нанесение разметки, наличие средств индивидуальной защиты у персонала, а также обработку помещений. Следующий магазин, который посетили правоохранители, уже соответствовал всем нормам. Мы, во-первых, с ними со всеми каждое утро общаемся. Объясняем то, что постоянно надо мыть руки. Постоянно надо следить, чтобы кассовая зона была в порядке. Все время протираются столы покупательские, кассы. Ну, сами понимаете, беда у нас творится в стране в данный момент, да? И ее как бы надо избежать. Беспокоиться здесь не только о сотрудниках, но и о покупателях. В магазине всегда можно найти такие редкие сейчас маски и антисептик. Особо нуждающимся иногда выдают в личное пользование. У нас есть продажи антисептик, масочки, перчатки. Так что продажи у нас все есть. А вот салону связи повезло меньше. Разметка есть, но вот проверка температуры сотрудников не производится. По правилам ее должны выполнять каждое утро, а данные заносить в журнал. Данные материалы будут переданы в суд для решения, что у вас отсутствует термометр на рабочем месте. Помимо юридических лиц, столкнуться с неожиданной проверкой могут и обычные жители. Стражи порядка останавливают прохожих, проверяют электроны пропуска и уточняют причину нахождения на улице. Михаил вместе с женой отправился за продуктами, когда их остановили. Составили протокол об административном нарушении, поскольку они находились в общественном месте без электронного пропуска. Молодым людям грозит штраф в 4000 рублей. Сам по себе выход из дома без пропуска возможен. Это выгул домашнего животного в пределах 100 метров, поход в ближайший продуктовый продовольственный магазин за товарами первой необходимости, в том числе в аптеку и другие товары первой необходимости. И также выбросить мусор. Проблема возникает, когда ближайшие магазины не отличаются богатством ассортимента и жителям приходится пройти чуть дальше. Дальше тех разрешенных 100 метров. Сам Михаил считает такой порядок и вещей несправедливым. Я здесь живу поблизости, я живу здесь легально, официально. Я снимаю квартиру, у меня есть договор недвижимости. Сам закон о том, что я не могу выходить в магазин на расстояние 100 метров, просто посмотрите, вот этот дом, он уже находится на расстоянии больше, чем 100 метров. Считаю, что в полной мере нарушает мои конституционные права. Переданные в суд документы можно обжаловать. Как говорят правоохранители, окончательное решение принимают с учетом всех обстоятельств. Однако важно понимать, что это потраченное время и нервы. Поэтому все же рекомендуют перестраховаться и оформить пропуск при выходе из дома. Ксения Брагина, Николай Забродин, Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова